Добро пожаловать на канал Базар ТВ. Сегодня в нашем выпуске LG GS155, прямиком из 2010 года, то есть 11 лет недавности телефон на момент записи 5 сентября 2021 года. Это действительно так, до сих пор работает. Правда, этот телефон в почвенном состоянии, но тем не менее, это действительно так. Я за ним гонялся. GS155 на платформе Infineon, но в отличие от таких пустышек на том же платформе Infineon, как KG270, KP105, GS101, GS107, GS105, A175 и тому подобных пустышек, GS155 имеет право на жизнь благодаря тому, что есть музыкальный плеер. Поддержка карты памяти, microSD до 2 гигабайт, простейшая в игре камера, FM радио без наушников, кстати, некоторые пустышки LG тоже работали без наушников, радио, тем не менее, есть фонарик ещё, что очень даже приятно. На таком аппарате верхняя и нижняя грани, ребристые, всё остальное гладкий пластик, за исключением того, что клавиатура резиновая, только вот навигационные кнопки пластиковые. Соответственно, на передней части можно обнаружить сам динамик и разговорный, соответственно, экран 1,5 дюймов, TFT-матрица, его разрешение которого составляет 128 на 128 пикселей. Снизу микрофон, на верхней грани проушены для крепления ремешка и фонарик, на нижней грани ничего нету, на ювей грани тоже ничего нету, а вот на правой грани под заглушкой, ныне утеряна заглушка, microUSB разъём для зарядки, для гарнитуры и для передачи данных. Сзади, выграя камера, как я уже сказал, и логотип LG, соответственно, снимается крышка путём сдвигания вниз, аккумулятор у него ёмкостью 950 мАч. Аккумулятор, кстати, подходит и на LG A185, кстати, с него поставил этот аккумулятор вполне нормальный. Под аккумулятором, сейчас кое-что покажу. Так вот, наверное, будет видно. О! Слот для сим-карты, обычного старого образца, так называемого, mini-sim, и карточка памяти microSD до 2 гигабайт. Нету поддержки, горящей замены, то есть придётся вынимать аккумулятор и вставить карту памяти. Собран этот аппарат в Китае. Вот, соответственно, GS-155 сделан в Китае компания LG. Вставляем аккумулятор, соответственно, закрываем, и настало время включить данный аппарат. Включаем. Звук, сразу скажу, громкий. Достаточно быстро включается. Вот так вот выглядит главный экран. Блокировка клавиатуры осуществляется путём меню и звёздочка. Громко клацают кнопки. Разблокировать и, да, для разблокировки клавиатуры. Так вот выглядит набор номера. Режим без звука нажатия и удержания решётки. Теперь настало время посмотреть главное меню, что из себя представляет функционал данного аппарата. Меню выглядит таким образом, по три иконки, три ряда, то есть девять иконок всего. В первую очередь идёт сообщение. Обычная смска. Чат даже есть смска, что, в принципе, радует как бы. Шаблоны, настройки. Тут только смс. Никаких ММС. Никаких ЕМС здесь нет. Пишется очень просто. Текст. Пробёл на нуе. Соответственно. Сообщение и всё. Далее контакты. Простейшие контакты, новый контакт. Имя, мобильный, домашний и офис. Всё. Отдельно мелодии и картинки не присваиваются. Быстрый набор. Копировать, удалить все объёмы памяти и информации. Информация это у нас. Сервисные номера. Собственный номер. И визитная карточка. Объём памяти здесь. До 500 контактов можно хранить в записной книжке. Да, я вызываю. Все вызовы пропущены. Исходящая-входящая продолжительность. 91 час наговорено. В продолжительности. Всё просто. Далее игры. Игра здесь одна. Космический мяч. По типу змейки, но по-другому реализована. Парротировано ещё со старого телефона LG. Например, LG C11. Прикрою динамик, чтобы не так громко было на самом деле. Потому что динамик здесь громкий. Космический мяч. Сразу обращаю ваше внимание на то, чтобы точки совпадали. Тут разные цвета точек. Это не как в Нокии. Тут вот что. Показываю на примере синего цвета. Раз синий. Два синий. И три синий. И сразу исчезла. Заодно можно получать очки. Вот. Точка чёрная специальная. Если взять, то превращаются в одинаковые цвета. Офигеть. Такого в Нокии не было. Тут просто змейка. Самая настоящая змейка. А тут... Получается... Змейка от LG. Я прошёл уровень. Обратите внимание. Тут есть стенки, да? Чтобы... Надо быть осторожным. Не сталкиваться со стенкой или с хвостом. Главное не врезаться. А то потеряем жизнь. Данные своеобразные змейки. Выходим. Тут сколько уровней. Тут можно посмотреть на самом деле. Выбирать. Всего лишь 20 уровней. Даря мои папки. Изображения, звуки, другие. И карта памяти. Памяти тут... По-моему, 1,3 мегабайта. Под память телефона. Но благо можно расширить карточкой до 2 гигабайт. Микро-SD. Изображения. Соответственно, стандартные изображения. Отдельно вынесли. В БМП формате. Вот такие вот обои стандартные. Карта памяти. Это то, что хранятся под карту памяти. А временно это память телефона. Хранятся свои картинки в памяти телефона. При этом есть подключение к ПК. Но Mass Storage под карту памяти. А PC Suite под синхронизацию. С телефоном. Вот так вот просматриваются фотографии. Соответственно, есть масштаб. Удалить. Установить как обои. Слайдшоу. Во весь экран. Во весь экран. Давайте сделаем, чтобы было лучше видно. О. Вот так гораздо лучше. Переименовать. Переместить. Копировать. Информация. Информация о файле. На примере переименовать покажу ввод текста. Нажимаем и удерживаем звездочку. Переключаем язык раскладки. Ной пробел. А решетка. Переключение раскладки. Ввода. Заглавные маленькие буквы. Нажимаем и удерживаем решетку. Не удерживается. А если просто звездочку нажать. Вот символа. Все просто. Ничего сложного. Это у нас изображения. Другие это неподдерживаемые файлы. Звуки. Стандартные звуки отдельно вынесли. Тут 12 мелодий всего. 10 в миди. 2 мелодии в mp3. Однако обратите внимание. В русской прошивке организование названия неправильно. Например, Sunday Morning. На самом деле Shine. Заодно покажу, как прыгается. Регулятор громкости вверх-вниз по навигационной клавише. Соответственно, как звонок назад. Временно. Давайте проверим свою мелодию. Например, Canyon Mid вообще из старой винды 3.1, 95 и тому подобных. Как звонок можно поставить. Правда, в настройках непонятки стоит, как стандартная мелодия, но при вызове звучит своя мелодия. Как-то странно реализовано, но тем не менее это действительно так. Еще раз. КОНЕЦ Тут что интересно. Можно не только mp3, но еще миди прослушивать. Очень здорово на самом деле. А вот карта памяти. Правда, есть ограничения. Только 100 элементов больше не поддерживаются. Это особенно странно. То есть в нем есть ограничения по файловому менеджеру. Тем более, когда хочется очень много файлов, а тут говорят только 100 и все. То есть придется создавать отдельные папки и в каждой папке создавать еще отдельные папки. Чтобы хранить вот эти вот 100 элементов каждые. То есть фактически это неудобно. Но тем не менее такая особенность. Это что касается моей папки. Тут можно переместить, скопировать и тому подобное. Следующая медиа. Камера. Камера очень простая. В игра. Съемка производится вот так. Да, я по настройкам. Разрешение. 640 на 480. Качество. Ну а тут чудес не бывает на самом деле. Таймер. Давайте проверим. Весьма посредственный звук. Просмотр на весь экран и все изображения. Память телефон и карта памяти. Серийная съемка. Эффекты. Сепия, черно-белый, негатив. И все. Автор. Фолкенсент. И вольфрам. Баланс белый. Звуки затвора. Сброс настроек. Нет и еда. Частота обновления 50 и 60 Гц. Мп3-плеер. Все очень просто организовано. Последние песни, все песни, плейлист, артист, айбом, жанр. Плейлист, как звонок, информация. Воспроизводим. Есть повторить. Один и все песни. Произвольное воспроизведение. Тут добавляются только mp3 файлы. В mp3-плеере. Прыгивается, но... Сворачивать не получится. То есть, ограничение данного аппарата. Так же, как и радио. В нем такая особенность, как... Можно слушать... Без наушников. Громкость вверх-вниз. Как и в музыкальном плеере, оно тут побольше. Выбрать канал. Обычный fm-диапазон. Только так же не сворачивается. Инструменты. Есть фонарик. Подсветить что-то, но можно. Однако, в режиме ожидания можно нажать на фонарик и сразу включится. Никаких удержаний клавиш. Все очень просто. Далее, фальшивый вызов. Можно включить. Время от 10 секунд до 30 минут. Соответственно... Отправить ей. Указываем имя, номер. Допустим, номер 211-0-0-11. Это известный номер на канале Базар ТВ для фальшового звонка. Исключительно. Тем не менее, можно вытянуть из контактов и из списка последних. Что здорово. Сохраняем и ждем звоночка. Что интересно, выглядит как обычный входящий звонок. Соответственно, понимаем, вроде как ничего. Типа, обычный вызов. Но опции не работают. Так же, как и громкая связь тоже не работает. И звука нет. Фальшивый вызов. Все, завершаем звонок. При этом, в историю не пишется. Калькулятор самый простейший. Решетка стирать. Звездочка точка. Есть плюс-минус, то есть отрицательное число и вовсе нет. Тут кнопка равно. Все очень просто. Секундомер самый наипростейший. Конвертер, валюта, площадь, длина, вес и температура. Так же объем, скорость. И часовой пояс. Режим сохранения энергии установить. Размер увеличить и уменьшить. Таким вот образом. Органайзер есть будильник. Ключить, отключить. Время. Повторить. Один раз. Ежедневно. Понедельник, суббота. Понедельник, пятница. А так же можно выбрать дни. Какую хотите. Сигнал будильника. Можно отдельно поставить. Прослушивать. Выбрать, какая мелодия понравится. Тут те же мелодии, что и при звонке. То есть стандартные мелодии тоже звонка. Дай я календарь. С добавлением событий. Сигнал будильника есть. Добавить. Установить время, весь день. Тема будильник. Нет сигнала вовремя. За 15 минут, за 30 минут, за 1 час, за 1 день, за 3 дня. И все, в принципе. И заметка. Заметка. Заметка, 80 символов, без сокращения. И последний пункт, настройки. Профили, обычный, тихий, вибрации, громкие. И даже режим в самойоте есть. То есть можно смело включить. Без связи пользоваться мобильным телефоном с дополненным функционалом. Наушники еще. Общий. Тип сигнала вызова, виброзвонок. И так далее. Мелодия звонка. Звучит довольно громко. Громкость на максимум 5. Тип смс сигнала. Один звонок, периодический и так далее. Тут 4 смс сигнала. Громкость смс сигнала. Чтобы полностью прослушивать на нашем канале Базар ТВ, есть отдельное видео. LG GS-155 Original Winktons. Можете послушать. Там будет более подробно. Сигнал клавиш. Сигнал А4. Звук клавиш. У меня сейчас на нуле, поскольку не хочу использовать со звуком клавиш. Громкость эффекта. И громкость включения-выключения. В принципе, все. Кстати, давайте эксперимент поставим. Включим режим в самойоте. Сеть недоступна. Включить режим в самойоте. А недоступна, потому что не стоит симка. Я не планирую ставить, поскольку работает безупречно без сим-карты. Кроме сообщений, естественно. Но все же. Выполнено. Пока поставлю. Звук клавиш 4. Больше всего нравится, кстати. Более спокойно. Ну и так, сейчас потрегулирую. Телефон только получил вчера. Можете найти видео. Распаковка посылок на канале Базар ТВ. Решетка 1. Еще. С надписью «Срочно». Стоит режим в самойоте. Нельзя пользоваться сетью. Отключить. Сейчас. Не хочется ничего отключать. Игры работают. Можно играть. Да, я. Ну, мои папки. Смотреть изображение можно. Это хорошо. Звуки. Звуки тоже можно слушать. Карта памяти тоже функционирует. Камерой можно пользоваться. МПТ-ПМ. А вот радио послушать нельзя, но... Однако... Звуки можно слушать. Свои изображения смотреть. Но радио не функционирует. Хотя тут без наушников работает. Но... Особенность. Фонариком тоже можно использовать. А фальшивый вызов будет действовать? Фальшивый вызов включен. Давайте проверим. А пока сейчас дойду до профи. Ну, подождём. Первый рингтон стоит. Работает тоже. Как ни странно. А поставить на звонок можно, интересно? Свою мелонию. Из файла. Работает. Правда, какая беда, Петрушка. В режиме Самойоте. В функции нету. Выбора мелодии. Однако, как ни странно, свою мелодию ставится. Можно поставить. Иногда заговариваюсь. Прошу прощения. Но... Такова жизнь. Сейчас ещё раз фальшивый вызов проверим. Убедимся, что... Свой звонок работает. Тиховато, но ничего страшного на самом деле. Чего уж жаловаться. Грех. Режим в Самойоте. Никто не позвонит, кроме как фальшивый звонок. Это хорошо. Дата и время. Так вот, настраивается. Есть режим сохранения энергии. Два часа. А на английском языке пишется как game. Соответственно, языки английский, русский, украинский, казахский, латышский, литовский, эстонский и румынский. Перекручившись на английский, убедитесь, что в date and time games. Причём здесь игры, если тут по-русски написано режим сохранения энергии. А тут, видите ли, games. Хм. Офигеть. От этого времени тут всё очень просто. Формат даты, формат времени. Всё очень просто. Дисплей, обои. Стандартная подсветка. Дисплей. И клавиатура. Если выключить дисплей. Тут просто горит. На самом деле. Такая вот особенность. TFT экран. Яркость. Минимальная яркость 40%. Экранное меню по желанию можно включить. Тогда на главном экране отображаться. Ярлыки. Имя сети. Вызов. Есть при адресации. Режим ответа. Посылать свой номер. Ожидание вызова. Минутный сигнал. Автодозвон. Отправлять ДТМФ. Блокировка клавиши. Это автоблокировка. От 10 до 60 секунд. Безопасность. Есть запрос пин-кода. Блокировка телефонов. Антивор. Изменить коды. При включении. Код телефона. 4 нуя. Антивор позволяет. Когда будет стоять другая сим-карта. Соответственно. Попросит код. Если не ошибаюсь. В антиворе. Защита от воров. Скажем так. То есть стояла. Конкретно сим-карта. Включили антивор. Поставили другую сим-карту. Запрашивают пин-код. Изменить коды. Но не пускает. Без сим-карты. Жёстко. Экономичный режим. USB-соединение. Это съёмный диск. По карте памяти. PC Suite. Для синхронизации. Нужна специальная программа. Если не ошибаюсь. Скорее всего. Выбор сети. Автоматом. Вручную. И так далее. Сброс настроек. И объём памяти. Внимание. Общая память. Тут. На самом деле. Ещё. 1238 килобайт. 1,2. Ну почти. 1,3 мегабайтов. Используется. 858. Но я столько закачал. Свободно. 380 осталось. Но тут. Видите. Как. Нету ММС. Нету даже. Вап интернета. Но. Карта памяти спасает. И USB. По. Масторичу. Резервная. Это. Контакты. До 500 контактов. Календарь. До 20. И. Заметка. До 10. Заметок. А сообщение. Ну. Тоже. Стандартненькая. Память. Ничего особенного. Ну что ж. Завершаем. Обзор. Данного. Телефона. LG GS155. Ну что ж. Выключаем. Какой итог. LG GS155. Довольно таки интересное устройство. За недорого. На платформе Infineon. С возможностью прослушивания музыки. Поддержки карты памяти. Поддержки. Миди файлов. Этот аппарат поинтереснее. Чем. Подобные пустышки. На том же платформе Infineon. КГ-270, КП-105 и тому подобных. Аппарат просто прекрасный. Простейший функционал. Но с музыкой. Пора заканчивать. Всем большое спасибо вам за внимание. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Так на русском, так и на английском языках. Ставить лайки. Ну и до свидания. Всего хорошего.